Это красивое и необычное растение действительно растет в нашем краю. Его обычные места роста – прибрежные места у ручьев, канав, озер или рек. В народе траву прозвали просто – ежеголовка. Растение относится к циркумпулярному роду, состоящему из 17 схожих между собой видов. Широко распространена трава практически по всему умеренному поясу Азии, Северной Америки и Европы. Ежеголовник всплывающий – это самый распространенный вид. Трава имеет одну особенность – нижняя часть растения практически всегда погружена в воду. Исключение – слишком большая засуха, вследствие которой вода ушла, но земля еще достаточно влажная, болотистая. Всплывающий ежеголовник – это многолетняя трава, принадлежащая к семейству ежеголовниковых, в порядку рогозоцветных. Цветущие растения выглядят очень красиво и нежно. У него прямо стоячий стебель, который наполовину практически всегда погружен в воду. Листья широкие, линейные, полностью цельные или цельнокрайные. Их ширина от 3 до 10 мм. Внизу листа имеется тупой гиль. На поперечном срезе листа четко виден трехкранник. Удлиненное соцветие не ветвится и полностью лишено нормально развитых листиков. Состоит оно из нескольких от трех до пяти шаровидно сближенных многоточиночных цветков головок с четырьмя-шестьмя головками пестичных сидячих цветков. На длиннющих тычинках размещаются большие пыльники длиной не менее 3 мм. Пестичные верхние головки полностью сидячие, а нижние размещаются в междуузлиях и имеют небольшие ножки. Головки на соцветии располагаются поочередно. Кроющие листья широкие, стебли объемлющие. В нашей зоне ежеголовник цветет с июня по июль. Плоды созревают приблизительно через месяц или даже позже, после их опадания. Они обильно насыщены воздухом и похожи на поплавки, так как плавают на поверхности воды. Благодаря ветру, который гоняет их по водоему, растение быстро распространяется по всему побережью озера или пруда. Широкого применения ни в народной медицине, ни в официальной фармакологии растение не имеет. Ведь химический состав травы так до сих пор и не изучен. Хотя имеются данные, что в ней находятся дубильные вещества, витамин С и алкалоиды. Ежеголовник всплывающий часто применяют китайские народные целители. А твари с травы они используют для снятия судорог или остановки маточных кровотечений. Рекомендуют его пить для усиления лактации и для утоления боли, возникающей в области матки, когда это не связано с климаксом. Уже доказано, что ежеголовник укрепляет иммунитет, сужает сосуды, имеет фармакологические свойства и практически не токсичен. Современные травники рекомендуют применять его для нормализации и стабилизации работы желудочно-кишечного тракта, для лечения опухолей разного происхождения и понижения давления. Чрезвычайно полезна трава и при укусах змей или других гадов. Восточная медицина предлагает лечить растениям женскую репродуктивную систему. Там траву давно используют при болях или уплотнениях в животе, при маточных кровотечениях. Этот вид ежеголовника очень любят поедать водоплавающие млекопитающие, андатры, выдры, нудрии, а также водоплавающие птицы. Ежеголовник водоплавающий полезен и при разведении пчел. Он является пергоносным растением. Ценится это растение и ландшафтными проектировщиками, ведь трава отлично смотрится на рукотворных прудах, но использовать его нужно умеючи. Растение может вытеснить другие культуры, покрыв собою всю прибрежную зону. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова